Всем привет из Лондона! Сегодня, наконец, я собираюсь собрать мою сумку для больницы, то, что я с собой буду брать. Вот, так что, да, покажу и расскажу, что у меня там есть. В общем, ну, всё строго по списку. Так, это будет моя сумка. Я собираюсь брать две сумки, поэтому одна моя для моих вещей. Сколько больше достаточно. Я знаю, что очень много кто покупает сумки для этого специально, но я не буду. У меня вот была эта сумка от Клестьянного Кроа, и её я с собой возьму. Она очень удобная, вместительная, достаточно. То есть вот такая называется. Вот, и детская. Это будет для детских принадлежностей. Кстати, много-много карманов высоких, но это потом для удобства тоже. Она вместительная, большая, достаточно, не очень глубокая. Вот, потом будет удобно с собой брать тоже. Кстати, про эту сумку достаточно такая есть у меня история. Мне муж не разрешал её купить, потому что это когда закрывались, закрывались магазины Малдаке. Да, я туда ещё была, там, сколько, до 12 недель беременна, и они как раз закрывались. У них там распродажи страшные были. Так вот мне ничего не разрешалось купить, и потому что он говорил, плохая примета, плохая примета. Вот. Ну, я как бы говорила, ну, как бы эту сумку я покупала не для ребёнка, а для себя, чтобы мне потом удобно всё носить было. Он сказал, говорит, ладно, сумку тогда можно. Вот так вот это всё выглядит. Всё я это разложила на столе на данный момент. Так, вот мой список. Этот список, как я уже говорила, у меня был взят с сайта Nature, то есть, где они, что советуют взять с собой в больницу, там, для меня и для ребёнка. Так, это что-то свободное, что можно носить во время... что можно одеть во время родов. На самом деле, этого пока у меня нет. Поэтому, вот, это то, что я не могу отметить галочкой на данный момент. И, да, так что этот пунктик мы пропускаем. Два-три комфортных и поддерживающих бюсткальтеров, вот, включая бюсткальтеры для кормления. Это у меня есть. Так, сейчас мы переходим сюда. Это будет у меня тут, он под халатом. Так, здесь у меня один на данный момент, потому что остальные несколько я ношу на данный момент, потому что они как раз по размеру. Так что это отмечаем галочкой. Переходим к следующему пункту. Это будут накладки для грудей. Кстати, вот, купила ещё такие. Их я положу, наверное, в холодильник. Хотя написано, что их можно разогревать, либо охлаждать. И они помогают, то есть, как бы, успокаивают боли и всё остальное. Посмотрим, надо будет, не надо будет. На всякий случай купила, чтобы было, чтобы потом, если что, не плакать, что нет. Так, вот они, эти накладки для груди, то есть, когда кормишь. Я купила упаковку из 60 штук. Я уверена, мне с собой 60 штук брать не надо. Они вот идут в таких вот упаковочках, что я считала очень удобно, потому что можно просто взять с собой сколько-то, сколько-то что. Так, следующее по списку для послеродовые гигиенические пакеты. Вот, есть у меня с крылышками, без крылышков и которые как трусики, то есть одноразовые трусики. Это тоже идёт следующим пунктом. Кстати, вот, это 5-6 пар трусов и, либо же одноразов. Так, трусы у меня тоже тут сложены уже аккуратненько. Вот, две пары L размера, остальные M размера. Вот, на всякий случай побольше тоже. Так что это всё есть. Да, гигиенические средства, в общем, всё то, что надо там для помыться. Тут у меня такой небольшой комплектик купленный. Это гель для душа и шампунь с кондиционером. Небольшие от Tafun. У меня также зубная щётка, резинки для волос, бальзам для губ, который, кстати, упомянут в списке отдельно. Плюс я положила дезодорант. Ну, то есть, потом положу ватные тампоны, крем. Тут вот пригодились эти Mario Badesco тоник и клинзер. Потом положила киалуронку. Вот, доинки и лист. Кстати, хорошие отзывы у неё. Мне она тоже достаточно нравится. Крем для глаз положу. И ещё небольшой гель для душа. Тоже нашла в своих запасах. И линзы. Контактные линзы положу. Новые, на всякий случай. Также у меня жидкость для линз там стоит. Дальше идут полотенца. Из полотенца я беру большое. Среднее, ну, как для рук, типа полотенца. На всякий случай. А вдруг пригодится и для лица маленькая. Вот. Потом они пишут. Возьмите всё, что вам вы хотите взять для развлекаловки. То есть, что поможет вам как бы провести время. Я беру с собой Kindle. Почитать. Батарейка у неё держится, кстати, очень хорошо. Поэтому я думаю, что будет очень даже здорово. Дальше идёт вентилятор. О, точнее, ну как. Да, можешь взять маленький вентилятор. Либо веер, либо охлаждающий спрей. Я, кстати, купила охлаждающий спрей. Hot Veta Cooler. Потом пижама, как я сказала, которая открывается спереди. Такая у меня тоже куплена. Так, потом халат нужен. Вот у меня халат. Халат я тоже заказала на Nexty. Так же, как и свободный аутфит. Потому что у них была распродажа тут недавно. Это VIP распродажа. И я купила там эти вещи. Но на самом деле была потом очень разочарована. Потому что, когда всё это купила, они написали, что всё придёт до или, ну, как последний срок, 12 августа. Вот. Так что, как бы да, как бы больше, чем полтора месяца. Я, как бы, немножко подрастроилась. Но если что, если мне уже там это не надо будет, я просто это потом отправлю обратно. Вот потом тапочки. Кстати, тут ничего не говорится про носки. Но я положила носки новенькие. Три пары новых носков. Как я уже говорила в одном из видео, вот эти три костюма. Они у меня вон висят. Так что они туда пойдут. О, мои эти Русь Кутюра костюмы. Вот они. Все раз, два, три. Я их просто аккуратненько сложу в сумку. Положу. И все они вот пойдут с собой. Да, потом они советуют взять еще с собой дополнительную подушку. Кстати, то, что я, чего у меня нету. Кстати, это тоже хорошо, что я стала собирать это сейчас, потому что я только сейчас это заметила. Я так понимаю, что говорят они о подушке, которые еще, ну, подкладывать можно под ребенка для кормления. Любые медикаменты, которые я принимаю, но я не принимаю ничего, кроме витаминов. Так что, кстати, этот пункт мне вообще не нужен. И еще, на всякий случай, я, кстати, купила крем для сосков. Вот при кормлении ребенка. Так что написано, что его даже смывать не надо перед кормлением грудью. Поэтому очень много кто потом жалуется, что они там трескаются, болят или еще что-то. Поэтому почему бы не начать пользоваться сразу, чем потом, когда уже проблему надо исправлять. Так, перейдем то, что надо для ребенка. Тут, в принципе, список-то не такой уж и большой. И это, конечно, все эти бодики и костюмчики. Так, у меня есть первого размера. Но на них написано, что это длина ребенка до 3,4 килограмма. Я не знаю, какого размера она, конечно, родится. Мне кажется, что она будет чуть больше. Мне кажется, она будет где-то 3,600-3,5. Вот, поэтому я беру еще, которые на чуть побольше. Но на самом деле эти уже идут на 4, по-моему, килограмма. То есть, ну, или на сколько там, на 4,5, 4,2, что-то такое. То есть, это вот до одного месяца. Но на всякий случай я их тоже возьму. Потом то, в чем пойдет ребенок домой. Тут они тоже говорят, что надо взять там шапочку, рукавички. То есть, ну, чтобы не чесался ребенок. Этого, кстати, у меня тоже нету. Это мне надо купить. Почему-то я упустила. Почему-то мне казалось, что у меня уже из детской одежды есть на самом деле все. Так, вот это то, в чем я планирую, что она пойдет домой. Это платье купленное одной. Armani Baby. Вот. Найдет вот с такими трусиками. Русиками на памперсе. Этот костюм на самом деле от нуля до шести месяцев. То есть, это, видимо, в зависимости от того, как ребенок растет. Тут есть шапочка и носочки. Вот. Мне очень нравятся носочки. Но шапочка выглядит ужасно большой. А то вот шапочка, мне кажется, как раз таки вот, ну, явно не на новорожденного. Поэтому шапочку мне тоже отдельно надо будет купить все-таки. Конечно же, памперсы. Я возьму всю упаковку, потому что они пишут, много памперсов возьмите. Также я возьму с собой эти влажные салфетки детские. Вот это, не знаю, что-то вроде как положила две. Хотя вообще даже нигде не упомянуто. Потом написано одеяло. То есть, ну, вот это я возьму с собой, которое я тоже показывала уже как-то один раз в одном из видео. То есть, это от Silver Cross. Ну, конечно, я, наверное, положу с собой еще там соску. Несколько этих, как таких маленьких детских полотенчиков. Ну, и все. Так, это у меня такое запасное от нуля до трех. Это если она вдруг совсем большая. Хотя на них, на самом деле, написано, что это 4,5 килограмма до 5 килограмм. И вот, на самом деле, я их доставала сейчас, ну, перед тем. А я смотрела, они кажутся сейчас огромными по сравнению вот со всеми этими. Поэтому, может быть, мне еще надо будет, да, посмотреть и заказать где-то для вот совсем новорожденных. То есть, ну, размер, который чуть-чуть поменьше. Я их возьму на всякий случай с собой, потому что, как я уже говорила, вдруг она чуть-чуть побольше. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...